Здравствуйте, уважаемые посетители канала Иванова Наука. Меня зовут Русский Иван. Сегодня мы поговорим с вами о таком замечательном растении, как амарант. У многих на участках растет амарант для декоративных целей. Многие слышали о полезных свойствах амаранта, но зачастую не знают, как его использовать. Давайте разберемся. Амарант относится к одной из наиболее древних зерновых культур. Ее выращивали в Южной Америке очень-очень давно. Но в пищу используют семена амаранта, которые сейчас зачастую продаются в различных магазинах и отделах здорового питания. Амарант является ценной кормовой культурой. Его охотно поедают различные животные. Но для человека, пожалуй, для огородника. Потому что семена амаранта можно покупать, использовать как добавка в каши. Существует достаточно много рецептов. При этом получить семена, очистить их в домашних условиях не так-то легко. А вот есть другие свойства амаранта, о которых знать было бы очень-очень хорошо. В первую очередь, говоря об амаранте, стоит вспомнить о том, что в своих листьях он содержит замечательные вещества из каротиноидов, различные антиоксиданты, много витамина С. И совершенно пригоден для приготовления чаев. Кроме того, амарант, все части амаранта, в том числе зеленые листья, содержат в своем составе такое вещество, как сквален. Сквален является очень важным компонентом обмена веществ человека. В значительной степени регулирует обмен холестерина. Поэтому для тех людей, у которых есть проблемы с холестерином, с повышенным содержанием холестерина, амарантовый чай пить совершенно необходимо. Для приготовления чаев подходят совершенно разные сорта амаранта, в том числе, которые относятся к декоративным. В принципе, не имеет никакого значения, какого цвета листья, какого цвета метелка, поникшая она или прямостоячая. В любом случае, листья содержат значительное количество полезных веществ. Надо сказать, что у многих растений, большинства растений, полезные для здоровья свойства, проявляются во время цветения. Амаранта же, являясь достаточно познеспелым растением, с таким длительным сроком вегетации, подходит для сбора листьев. Начиная от периода начала цветения цветочков и пока листики остаются зелеными. То есть, сентябрь месяц, в принципе, остается вполне актуальным для заготовки сырья из этого растения. То есть, прямо сейчас еще можно срывать листики, сушить и заваривать чай. Чай из амаранта можно потреблять совершенно без каких-либо опасений, поскольку он не содержит абсолютно никаких токсических веществ. Удивительно, что люди, ну как-то мало еще используют это растение для поддержания и восстановления своего здоровья. А ведь это очень-очень важно, а еще, кроме того, очень просто. И согласитесь, что вот одно растение амаранта дает такую большую вегетативную массу, что, в общем-то, буквально 3-4 растения вполне достаточно для того, чтобы заготовить на одного человека вот это сырье для приготовления чаев. Вы можете смешивать эти листья с другими листиками, с шалфеем, с чабрецом, с липой, ну совершенно с различными растениями другими, которые используете для приготовления чайных напитков в домашних условиях. Кроме того, у амаранта есть еще одно замечательное свойство. К полезным свойствам амаранта стоит отнести то, что он не пересекается ни с какими распространенными огородными растениями и дает быстро большую вегетативную массу. Корни у него достаточно мощные, оно засухоустойчивое, нетребовательное к плодородию почв, поэтому является идеальным сидоратом наравне с гречихой. С учетом очень быстрого развития амаранта, его можно сеять как весенний, так и осенний период. В принципе, использовать его в качестве сидората очень и очень удобно. Вы можете его использовать также в виде различных сидоральных смесей. При использовании амаранта в качестве сидората постарайтесь не доводить его до созревания семян, даже если вы его используете на паровых полях, ну то есть в полном цикле вегетационном, замещая какие-то полезные культуры амарантом. Или если вы выращиваете его в декоративных и лекарственных целях, тоже постарайтесь очень бережно относиться, ну не бережно, а аккуратно вот к этим созревающим семенам. Ведь другое название амаранта это щирица, и существуют виды щирицы, которые являются опасными и очень опасными сорняками. Вот среди этого амаранта такую щирицу можно легко отыскать. Вот она, например, эта щирица, и она является опасным засорителем полей. Поэтому, собирая семена, постарайтесь вот эту вот метелочку одеть в какой-то мешочек, например, для того, чтобы семена созревающие не падали и не засоряли вам участок. Но с другой стороны, вот сами культурные сорта амаранта вряд ли могут стать опасными такими сорняками на вашем участке. Но все-таки лучше не рисковать. Что же, амарант действительно заслуживает большого внимания, и для того, чтобы у каждого из вас на участке оказалось это неприхотливое и очень-очень полезное растение. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!